Я много говорить не хочу, так как у меня супруга сегодня улетает, именно где-то через полчаса. Я бы хотел поздравить молодожок, чтобы они так же всю жизнь веселились, радовались, наслаждались, чтобы плодили детей, чтобы было много детей и радовались их счастьем. Чтобы были счастливы и чтобы, я уверен, может быть не уверен, я не знаю, но я хочу сказать, у каждого в семье бывает всякое. Но я им пожелаю, чтобы все то, что происходило, чтобы у них оставалось за своим порогом, чтобы это не выходило извне. Я желаю вам всего наилучшего, всего хорошего. Я сейчас предоставлю пару слов также своей супруге, Эдне. Пожалуйста. Добрый вечер всем. Я очень рада находиться среди вас. Вы это все знаете. Я приезжаю сюда с большим удовольствием. В первую очередь я хочу поздравить нашу тетю Мирочку, нашу бабулю. Поздравляю вас, что вы дожили до свадьбы своего внука и получили еще одну внучку в лице Эвой. Я желаю вам долгих здоровых лет жизни, чтобы у вас всегда была такая ясная голова. Вы знаете, это человек, всей электронной аппаратурой пользуется с такой легкостью, она каждый раз нам через Айбет звонит в Израиль. Это я молодая девочка, что не могу это иногда сделать. Я всегда ее поражаюсь. Продолжайте в том же духе, тетя Мира. Я вас очень люблю. Хочу поздравить Алика, Давида с Аллочкой. Вы дождались один из самых счастливых дней в вашей жизни. Аллочка, ты уже перестанешь плакать. Я уже сказала, что ты так переживала, столько плакала. Я рада за тебя. Теперь я вижу, что у тебя и глаза светятся. Ты вся сирен сияешь. И, Давид, я очень рада за вас. Хочу поздравить, конечно, молодых. Я когда-то сказала Майклу, Майкл, приезжай ко мне в Израиль, я тебе там найду девочку. Он мне сказал, я не хочу израильтян. И я потом подумала, наверное, его половинка в Америке. Вот сейчас я вижу, что он тоже весь сияет. Ну, счастлив я это вижу. И я ему несколько дней назад сказала, Майкл, а ты знаешь, что ты похож на свои супруги. Две половинки, когда они похожи, они соединяются, нас ангелес начинает становиться целым, единым. Спасибо.